Здравствуйте! В эфире программа «Попучек». Сегодня с вами в студии я, Андрей Бойко, а у нас в гостях Сергей Ларин, мастер спорта и многократные рекордсмены Российской Федерации. Сегодня мы будем говорить о рекордах скорости в современной России, но перед этим я напоминаю нашим телезрителям, что мы находимся в прямом эфире, поэтому звоните нам в студию телефона, вы видите на своих экранах, пишите смс-сообщения, задавайте ваши вопросы. И автору лучшего вопроса по итогам недели телеканал «Автоплюс» подарит вот такие вот часы на память о нашем телеканале. Ну что же, Сергей, давайте приступим к нашей беседе. И сразу же первый вопрос. Как началось движение, рекордное движение в Российской Федерации, да, и кто, в общем-то, стоял у истоков? Вы имеете в виду современную Россию? Ну да, современную Россию, конечно же. Ну, я не знаю, вы приветствуете скромность среди своих попутчиков или нет, но сказал бы, что идея возникла у меня после того, как возникла необходимость в ресурсных испытаниях разных автомобилей. Вот поэтому, работая в спортивной команде с господином Артюшиным, я предложил ему идею совместить установление рекордов скорости на расстояние с ресурсными испытаниями автомобиля, которые мы готовим. То есть как бы два зайца? Да. Он поддержал эту идею, очень активно включился в нее и, по сути, явился организатором рекордного заезда, который был осуществлен в 2002 году. И мы с ним на пару, он выступал на специально подготовленном автомобиле, я выступал на серийном автомобиле, установили каждый по шесть рекордов. Эти рекорды сразу стали национальными, попали в таблицу с этого момента и, можно сказать, что в современной России возродилось определенное движение, которое можно назвать рекордным. Ну, оно по сей день продолжается, в принципе, не так активно, как во времена Советского Союза, но все-таки оно есть. Насколько я знаю, чуть-чуть позже, в 2004 году, у вами лично уже был установлен российский рекорд. У нас есть об этом сюжет, сейчас мы его посмотрим и затем уже все обсудим. На днях московский гонщик Сергей Ларин установил новый абсолютный рекорд России. Ларин проехал тысячу километров со средней скоростью 212 километров в час. Причем самое главное, что сделал он это в одиночку, без сменного пилота. Рекорд отдержался аж 1972 года. Правда, Сергей сам утверждает, что результат в этой ситуации не самое главное. Предыдущий рекорд Лисовского, продержавшийся с 1972 года, был поставлен на заводском подготовленном москвиче. Помимо этого, в копилке советских рекордов до сих пор есть несколько мировых достижений, остающихся неперекрытыми. Новое время диктует новые правила. Первое постперестроечное рекордное достижение в России на тысячу километров установлено на американо-японском Форде Проуп с доработанным Ларином, японским же мотором. Кстати, сегодня самое время говорить о рекордах. И прежде всего, об абсолютных. 4 октября 1993 года британец Ричард Ноубль отбирает у американцев звание самых быстрых, разогнавшись на реактивном ТРАС-2 до 1013 километров в час. А в конце сентября 1997, созданный по его проекту ТРАССССИ, пилотируемый капитаном Энди Грином, впервые на земле превысил скорость звука. Абсолютный рекорд 1216 километров в час. Вот мы посмотрели сюжет о нашем рекорде 2004 года. Вот интересно, конечно, то, что рекордное движение, оно настолько обширно, настолько многообразно именно в своих дистанциях, что сравнивать, допустим, заезды на соляных озерах на установление абсолютных рекордов скорости с теми заездами, которыми занимался я, немного, скажем так, некорректно, потому что это разные дисциплины. То есть есть рекорды скорости на ускорение, есть рекорды скорости на 1 километр или на 1 милю. Вот мы только что видели ТРАССС-2. То есть там необходимо поставить рекорд скорости на 1 миле. То есть сначала предшествует разгон, потом идет какая-то дистанция, которая отмеряет вот эту 1 милю и меряет эту максимальную скорость, насколько я понимаю. И затем уже идет торможение. Да, очень интересный график разгона торможения, вот у этого болида именно ТРАСС-2. Там торможение происходит на дистанции почти 7 километров после установления этого рекорда. И что самое интересное, что там есть необходимость эту дистанцию пройти в обоих направлениях. То есть без прохода этой дистанции в обоих направлениях не будет регистрации этого рекорда. Вот поэтому автомобиль разгоняется в одну сторону. Ему дается определенное время для того, чтобы он мог остановиться, что-то поправить там. Потом разгоняется и ставит этот рекорд на 1 милю в другую сторону. Тогда официально регистрируется рекорд. Вот. Все, что касается другой дисциплины, допустим, рекорд скорости на ускорение. То есть там существуют дистанции такие, как 1,8 мили. Это, насколько я понимаю, 402 метра? Да. Нет, 1,8 мили. Потом 1,4 мили – это 402 метра. Потом 0,5 мили, 1 мили. То есть вот это американская классификация такая, рекордов скорости на ускорение. У нас немножко другие дистанции в Российской Автомобильной Федерации признаны. И рекорды скорости на расстоянии. Это вот как раз та дисциплина, в которой я выступал. Там существуют дистанции такие. Они начинаются от 500 метров. То есть там старт с места, и автомобиль поехал. 500 метров, километр, 10 километров, 100 километров, 500 километров, 1000 километров. Потом 2,5, 5000, 10, 50 тысяч и 100 тысяч километров. То есть это все дистанции, которые проходят в километровом диапазоне, скажем так. И такие же дистанции регистрируются и в милях. То есть самая большая дистанция на сегодняшний день, которая регистрируется в ФИА – это 100 тысяч миль. И на сегодняшний день только один автомобиль установил этот рекорд. Это было в 1963 году. Группа энтузиастов устанавливала этот рекорд на протяжении почти 40 дней. И там около 60 человек принимали участие в этом заезде. Причем это выглядело так, что какие-то пилоты уезжали домой, через неделю приезжали, опять 2-3 дня ездили, потом опять уезжали. То есть довольно-таки такое занятие было. Ну, естественно, 100 тысяч миль, почти 160 тысяч километров. Да, 162 тысячи километров люди проехали со средней скоростью 170 километров в час. То есть это учитывая заправки, смену шин, замена масла, там, вот это все. Ну, соответственно, какие-то поломки, которые, естественно, возникали. Да. И получается, что автомобиль, естественно, двигался со скоростью около 200 километров в час, но вот это время оно съелось именно вот обслуживанием автомобиля. Ну что ж, иностранцами вроде как немножко прояснили вопрос, а все-таки давайте вернемся к вашему рекорду. Какого года? 2004-го, да, вот тысячи километров. Почему выбрана именно эта дистанция и почему вообще возникло такое решение поставить вот этот рекорд? Ну, во-первых, значит, в 2002 году, когда я с Андреем Артюшиным ставили рекорды, мы протестировали Дмитровский полигон. И я тогда понял, что даже не то, что теоретически, что практически можно пойти на дистанцию в тысячу километров. В свое время я читал о достижениях Юрия Лисовского этого на «Москвиче», и мне было интересно попробовать, как это, вот как человек может тысячу километров ехать на пределе возможностей автомобиля и себя. То есть мне было это очень интересно попробовать, поэтому я решил этот проект осуществить в будущем. Но в 2003 году мне просто не хватило, скажем так, поддержки со стороны спонсоров. Но в 2004 году я нашел энтузиастов этого дела, которым этот проект сам по себе понравился. И поэтому мы его осуществили вместе именно на тысячу километров, потому что мне эта цифра очень, честно говоря, нравилась. Но она меня впечатляла в то время, скажем так, мне было интересно. Даже если посмотреть просто бумажные показатели, тысячи километров, средняя скорость больше 200, то есть скорость на дистанции, я так понимаю, достигала и 250 км в час. Это, в общем, действительно непросто. Шаг такой, в общем-то, смелый. А как вы готовились к этому рекорду? В физическом плане? В физическом плане автомобиля, да. Ну, в физическом плане моя подготовка заключалась к походу к спортивному доктору, к врачу одноразовому. Я спросил у него, что нужно сделать для того, чтобы не хотеть пить на протяжении пяти часов и вообще ничего не хотеть, скажем так. Ну, и получил определенные советы относительно того, как нужно питаться перед рекордом, как нужно заняться, какой физической разминкой, подготовкой для того, чтобы выдержать пять часов вот этой тряски монотонной без остановки. И я должен сказать, что да, это помогло. Это что касается физической подготовки. То есть особой физической подготовки не было там. Все, что касается подготовки автомобиля, то те теоретические знания, которые я получил, когда учился в институте, они мне помогли именно в постройке этого автомобиля. То есть я учел все нюансы, которые необходимо учесть для автомобиля, который двигается без ускорения, то есть с равномерной скоростью, на большом расстоянии. Попробовал учесть эти все нюансы. И я считаю, что на самом деле мне очень сильно повезло с этим. Ну, вот был взят с вами Ford Probe. Да. Как-то, может быть, специально готовили двигатель. Вот мы видели, что в автомобиле установлен каркас безопасности. Он облегчен. То есть вот какие работы проводились до того, как запустить автомобиль на полигон? Значит, автомобиль прошел бы дистанцию всю без каркаса безопасности. И по техническим требованиям его установка не была. Не была обязательной, скажем так. Но в 2002 году я понял, что в Дмитровском полигоне, именно на этом кольце, нужно ездить с каркасом. Почему? Ну, потому что лес со всех сторон. Отбойники в некоторых местах уже подкошены, скажем так. И встречаются там люди на трассе. Иногда бывают даже какие-то звери, дорогу перебегают. И для безопасности, конечно, каркас он был нужен. Ну, помимо того, что еще, конечно, и жесткость придает автомобилю, можно было автомобиль настроить по подвеске более четко. Четко. Вот. Значит, по двигателю были сделаны какие изменения? Необходимо было получить большую надежность двигателя. Вот это самое главное. Почему, в принципе, был выбран Ford? Потому что это четвертая эволюция проб. И, значит, это был концептуальный автомобиль в свое время, рассчитанный на очень хорошую аэродинамику. То есть мне нужно было получить хорошую аэродинамику, мне нужно было получить минимальное сопротивление к качению и хорошую надежность двигателя. Экономичность, скажем так. Вот Маздовский двигатель, который используется на этом автомобиле. Ну, у них совместный проект был. Мазда, MX-6 и Ford Pro. Это практически одинаковая платформа. Двигатель этот КЛ, он зарекомендовался с очень хорошей стороны в плане надежности. Поэтому я вот выбрал этот автомобиль. И в момент испытаний мне очень порадовал расход топлива. То есть мне удалось в какие-то моменты дойти до 22 литров на 100 километров. То есть при такой скорости, там, 200, вы больше 200 метров? 240 километров в час скорость, 22 литра на 100 километров. А был увеличен бак или все стандартно? Нет, бак не был увеличен, потому что, когда считалось время заправки, то если заливать 200 литров или 300 литров бак, во-первых, это большие потери по времени, во-вторых, автомобиль становится тяжелым, и скорость падает. Ну, просто чисто математическим путем я посчитал, что так будет эффективнее, скажем так. Потому что заправки очень сильно отнимают в среднее время на круге. Очень сильно. А используете какие-то специальные заправочные пистолеты или вот это из канистры? Я сделал специальную заправочную станцию из огромного огнетушителя. И посредством воздуха заправлял. Мне удавалось заправлять где-то литр 200 грамм, литр 100 грамм в секунду где-то. Вот с такой скоростью. То есть это, в общем-то, похожая конструкция, как на гоночных автомобилях ДТМ. Ну, там приблизительно такая большая канистра засовывается в бак и проваливается. Она такая тоже имеет форму. Нет, это, конечно, намного серьезнее в ДТМе, чем то, чем мы занимались. Но этого хватило, скажем так. То есть у меня получалось около минуты полная заправка автомобиля. Я уезжал через минуту. Этого достаточно было. Вы сказали, что вы хотели уменьшить трение и улучшить качение автомобиля. Каким-то образом это достигалось специально? Ну, во-первых, давление в шинах. Во-первых, шины должны были быть максимально узкими. Вот насколько это возможно. Чем уже шина, тем меньше сопротивление качения. Максимально возможное давление для того, чтобы получить профиль. То есть пятно контакта минимальным должно быть на самом деле. Поэтому и, как говорится, вот все, что касается именно качения. Да, сами подшипники, опять же. То есть эти подшипники, они вымываются, к примеру, туда заливается легкое масло. И колеса вращаются, ну, как велосипедные колеса. То есть вот это сопротивление к качению, оно очень сильно отнимает максимальную скорость. Естественно, расход топлива возрастает. Насколько я понимаю, естественно, сам автомобиль был полностью облегчен, потому что салона не было. Да. Только каркас. Да. То есть все узлы лишние были демонтированы. Все узлы были демонтированы лишние. Стояло только кресло, я имею в виду каркас безопасности, ремни. Ну, огнетушитель стоял. На всякий случай, потому что уезжать приходилось далеко. То есть 14 километров круг, и от судейской бригады практически уезжать на диаметр этого круга уходило. Поэтому в случае, допустим, возникновения какой-то опасности, необходимо было тушить автомобиль или что-то. Ну, это уже мои были пожелания относительно огнетушителя. Какие шины использовались? Использовались шины Dunlop. Это мои партнеры, которые принимали участие в этом рекорде. Основным партнером являлся Goodyear. Ну, Dunlop является спортивным отделением Goodyear, поэтому они порекомендовали мне использовать эти шины. Вот обычные шины дорожные. То есть не сликни какая-то там спортивная? Нет, нет, нет. Обычные дорожные шины, ну, потому что на самом деле нагрузка не очень-то велика. Движение, круг очень большого диаметра, и поэтому вот боковая нагрузка возникает там в трех-четырех местах, серьезная боковая нагрузка. А так в основном движение прямолинейное. А были еще какие-то тонкости, может быть, что-то оговоренное регламентом установки этого рекорда, которым пришлось прибегать, или вот какие-то ваши ноу-хау? Вы имеете в виду регистрацию или сам автомобиль? Ну, регистрация рекорда и, может быть, какие-то тонкости с автомобилем. Ну, я просто хорошо знаю технические требования, необходимые по подготовке автомобиля, и я готовил его в рамках. Потому что технические комиссары, они проверяли этот автомобиль, и необходимо было и по топливу, и по двигателю, и по всем показателям находиться в рамках регламента. Вот, но все, что касается двигателя, я старался туда не лезть, я имею в виду очень далеко. Двигатель сам по себе неплохой. Единственное, что я увеличил степень сжатия, потому что двигатель работал постоянно на 6000 оборотов. То есть можно было себе позволить высокую степень сжатия. Хотя топливо я использовал 92-й бензин, даже не 95-й. То есть обычные заправки без каких-то? Ну, не совсем обычные, то есть у меня друзья, которые торгуют этим бензином, они мне предложили этот бензин, потому что они говорят, что они сами его проверяли, и бензин очень качественный. Я его проверил действительно на свечах, на двигателе, мне он очень понравился. И при всем при том, что я увеличил степень сжатия, я использовал 92-й бензин на высоких оборотах. То есть у меня было очень хорошее горение в камере сгорания, вот потом по свечкам смотрели. То есть вот нам удалось настроить двигатель именно так, как надо. То есть оптимально. А что еще касательно регламента? Какие-то тонкости, нюансы? Касательно регламента, там очень много тонкостей, связанных с самой регистрацией рекорда. То есть это целое дело, которое нужно пройти с самого начала. Начиная с заявки, которую нужно подать в Российскую Автомобильную Федерацию. Они должны отреагировать на эту заявку и сказать, что да, они готовы двигаться в этом направлении. И идет уже целый процесс подготовки к этому рекорду. То есть берутся судьи, комиссары, наблюдатели, хронометраж. Вот это самое сложное. А что спотыкаются все люди? То есть если посмотреть образно на этот Форд, образно посмотреть на эти показатели, на эти скорости, то на самом деле все выглядит смешно. Вот по современным меркам это все. Ну какие там 220 км в час, 250 км в час. Я уверен, что фотографии с автомобилями там в 270 км в час на постах ДПС, на МКАДе. Там каждый день существуют. То есть самая большая сложность заключается именно в правовой базе этого события. Именно в самой регистрации. Если мы говорим о национальной регистрации рекордов скорости. Кстати, этот рекорд национальный, но он не международный. Он не международный рекорд скорости. Он является национальным. Значит, у меня было желание зарегистрировать свои рекорды в ФИА. И такая возможность была на самом деле. Но когда я обсуждал эту тему со своими спонсорами, они не пошли на это, потому что это довольно дорогостоящее мероприятие. Оно связано с тем, что помимо заявки в Российскую Автомобильную Федерацию, мне нужно было сделать такую же заявку в ФИА. И вызвать наблюдателей ФИА со своим хронометражем сюда. Они должны были проверить трассу. Они должны были поставить свой хронометраж. И сделать свой отчет по установлению этих рекордов. Ну, у них там в то время это стоила одна дистанция полторы тысячи евро. Это просто регистрация. То есть, если я проехал, допустим, зарегистрировал восемь рекордных дистанций. Восемь на полторы. Это просто регистрация. Дальше идет уже вызов этих судей. Размещение их в гостиницах. Ну, для международной регистрации этих же рекордов мне нужен был бюджет около пятидесяти тысяч евро. А так, они, в принципе, являются международными. То есть, их можно вписать в эту табличку, но их никто не впишет туда, естественно. Поэтому вот национальная регистрация, она и моим друзьям, и моим спонсорам, она нужна была именно для национального проекта, скажем так, собственного. Международной их не очень-то интересовала регистрация. А насколько престижен национальный рекорд скорости, международный рекорд скорости? То есть, вот, скажем, если сказать за границей, вот мы установили национальный рекорд. Я хочу сказать, что национальные рекорды, особенно на выносливость, скажем так, они сейчас абсолютно непрестижны. То есть, эти рекорды устанавливаются группами журналистов, группами студентов за границей. То есть, очень большой список дистанций, очень большой список регистраций этих всех рекордов. Поэтому энтузиасты могут выбрать для себя какую-то дистанцию, какой-то объем двигателя, какой-то привод. Допустим, это может быть электромобиль, это может быть автомобиль с паровой тягой, это автомобиль может быть с реактивным двигателем. Да, любой. Группа энтузиастов строит этот автомобиль и пытаются поставить рекорд. Это движение, скорее всего, носит такой коллективный характер, который нужен кому-то когда-то для осуществления каких-то пиар-целей. Вот, когда я ставил рекорд в 2004 году, это был просто проект, с одной стороны. То есть, получилось так. Мне было интересно попробовать себя. Моим партнерам было интересно получить пиар-эффект от использования своих технологий на автомобиле, который практически идет с ресурсными испытаниями на Дмитровском полигоне. Вот, и как-то мы соединили эти усилия все и поставили вот этот вот рекорд. Хотя было вот по прошествии определенного времени, я считаю, что это была большая авантюра, конечно, с моей стороны. Потому что приехало большое количество гостей, спонсоров. Они присутствовали на рекорде. Было очень много людей. И в связи с тем, что я выставил один автомобиль и сам принимал участие в заезде, то есть, любая поломка на трассе, ну, помимо того, чтобы не было бы регистрации рекорда, ну, не было бы и не было бы. Можно было бы в следующий раз его поставить. Но такое количество людей, которые приехали в Дмитров, они могли бы даже приехать тогда, когда я уже сломался на трассе. И было бы, конечно, очень стыдно и позорно, скажем так. Поэтому вот этот риск, он оправдался еще тем, что повезло. И с погодой повезло. Автомобиль не чихнул даже за эту дистанцию. Шины выдержали всю эту дистанцию. Ну, все срослось именно так, что вылилось это вот именно в национальный рекорд. Вот в такое красивое событие. В будущем я, конечно, планировал, если и организовывать такие мероприятия, то необходимо выпускать на трассу где-то три автомобиля и иметь, ну, как минимум, шесть пилотов. Для того, чтобы в случае поломки одного автомобиля или схода какого-то экипажа, чтобы действие не прерывалось. Но они как бы должны быть абсолютно идентичны. Почему? Они могут в разных дистанциях двигаться, эти автомобили. Я имею в виду в разных классах. Регистрироваться могут разные дистанции. Автомобили будут иметь разные классы. То есть это, в принципе, и задача заключалась в том, что когда в 2002 году с Андреем Артюшиным и в 2004 году я организовывали эти попытки, мне хотелось раздразнить, в принципе, народ, который занимается этими автомобилями, для того, чтобы они стали организовывать какие-то относительные праздники, какие-то заезды автомобильные именно на Дмитровском полигоне. Вот, кстати, потом ездили на СААБе группа товарищей, но они ездили 24 часа уже. То есть это более серьезное такое достижение, но там было 4 человека. А здесь я ездил один. Вот мне тоже не хотелось брать кого-то. Хотя правила позволяют пересаживаться. То есть мы можем на заправке пересаживаться. То есть у меня было 4 заправки. Чисто теоретически мы могли 4 человека ставить этот рекорд. Но мне почему-то захотелось именно одному проехать эту дистанцию, именно как Юрий Лисовский. Вот он, как сказать, личность легендарная. И мне хотелось повторить это достижение. Хотя мы с ним в абсолютно разных условиях были. Именно по автомобилям, по комфорту. А вот, кстати, присутствовали какие-то предварительные тестовые заезды перед тем, как вы установили рекорд? Да, да. Мне, безусловно, нужно было посчитать расход топлива. Мне нужно было посчитать заправки. Мне нужно было все это посчитать. Поэтому я приехал за несколько дней. Два раза на полигон я приезжал для того, чтобы покататься. Отладить двигатель опять-таки. То есть одни из моих спонсоров, которые занимаются доводкой двигателей. То есть человек со мной сидел рядом с ноутбуком. Он отстраивал компьютер. И мы выходили на минимальный расход топлива. Ловили скорость и минимальный расход топлива. Ну, естественно, чтобы не забеднить двигатель до такого состояния, чтобы просто прогорели поршня. Этого допустить нельзя было. То есть по лямбда-зонду мы именно подготовили такую смесь, которая дала вот такой расход. 22-23 литра на 100 километров. Ну, а вот эти заезды предшествующие, они так или иначе были короче, да? Конечно. То есть рекорд не был повторением уже предыдущих хорошо откатных тестовых попыток. Нет. Тесты, они... Ну, это... Если круг 14 километров, ну, два-три круга. То есть автомобиль должен войти в режим. Вот он вошел в режим через круг. Можно его уже настраивать. Первый круг, он идет холодным. То есть я имею в виду амортизаторы еще не совсем разогреты, подшипники, трансмиссия вся, она еще не в состоянии вот именно рекордным, скажем так. А вот когда прошло там два или три круга, то автомобиль, он как-то преображается. Он становится каким-то просто интересным созданием таким, которое вот напряжено. и вот в этом напряжении оно находится постоянно. Поэтому мы, когда занимались настройкой этого автомобиля, нужно было поймать вот именно это состояние. То есть разогретого автомобиля, именно как он будет находиться в состоянии четырех часов. Все после этого автомобиль... Что самое интересное, автомобиль двигался на полигон своим ходом и обратно на тестовые заезды. Он практически не останавливался, этот автомобиль. Пришел вопрос по СМС. Какая масса автомобиля считается номинальной при таких испытаниях и соотношение массы и мощности, как я понимаю, вашего рекордного автомобиля? Ну, мощность моего двигателя была около 200 лошадиных сил. Масса была около 1050 килограмм. Ну, то есть около тонн. Можно считать, что 200 лошадиных сил на тонну приблизительно. Вот такое соотношение мощности и массы. Что самое интересное, что масса автомобиля в данной ситуации, она влияет только на динамику. Динамика разгона – это минимальная часть после заправки, которая мешает, скажем так. После достижения максимальной скорости масса уже перестает играть вообще всякую роль. Потому что она выпадает из формулы при равномерном движении. То есть этот автомобиль может высить 100 тонн. Если он двигается уже с этой скоростью, то он двигается. Но это должно, по идее, увеличить... Масса должна увеличить расход топлива или нет? Если автомобиль двигается равномерно, и мощности двигателя хватает... Там вся мощность двигателя расходуется на сопротивление качению и сопротивление воздуха. То есть аэродинамическое сопротивление. Потому что масса автомобиля, я говорю, при равномерном движении она уже не влияет. То есть, условно говоря, если взять два одинаковых автомобиля Ford Pro, один массой тонну, другой массой полторы тонны. В заводском исполнении. Если оба автомобиля разогнать до 200 км в час и двигаться постоянно, то расход топлива не меняется. Не меняется. Поскольку одинаковая площадь, одинаковое сопротивление качению. Да, да. Ну, единственное, что там может быть нюанс связанный с тем, что полуторатонный автомобиль будет иметь большее пятно контакта в шине. На это можно обыграть их настройками. Да, да. Если обыграть их, приравнять к одинаковым условиям, то получится, что они имеют одинаковую площадь лобовую. То есть, коэффициент обтекаемости у них одинаковый. И все у них одинаковое. То есть, качение коэффициентов и аэродинамическое сопротивление. То есть, площадь же не меняется. Поэтому, как говорится, они будут двигаться с одинаковой скоростью, с одинаковым расходом топлива. Еще один интересный вопрос. Я думаю, вы, наверное, об этом и задумывались при подготовке автомобиля. Тоже пришел по СМС. Какие двигатели предпочтительны в таких соревнованиях? Атмосферные или надувные? Интересный вопрос. Мой приятель, который ездил вместе со мной на тестах, он ездил на турбированном галанте. И при одинаковой скорости в 240 км в час у него расход был порядка 52 литров на 100 км. То есть, мы ехали одинаково. У меня было 23 литра, у него было 52. Вот в чем разница между турбированным автомобилем и атмосферным. Честно и странно, потому что идеологически повышение мощности, правильное распределение топлива. Да. И причем, если так задуматься, то получается, что мы используем энергию выхлопных газов, которую, в принципе, атмосферный двигатель выбрасывает. Мы не используем переходные режимы. То есть, вроде бы, турбиновый двигатель должен быть эффективный. Но я думаю, что все это зависит, конечно, от настроек. И все это зависит еще, конечно, от сопротивления качения. Я вот не первый раз говорю сегодня об этом. Потому что полноприводный галант с огромной трансмиссией, с кучей этих шестеренок, с кучей подшипников, там всех этих... Это все надо крутить, это все массы, это все... Ну, естественно, конечно, сопротивление очень большое. Если бы поставить на проб, допустим, вот на этот двигатель турбину, да, может быть, конечно, и было бы поэффективнее. Но я хочу сказать, что нельзя забывать о том, что чудес, в принципе, в физике очень мало. И мощность, она связана с тем, что нам нужно потратить топливо для того, чтобы получить эти лошадиные силы. То есть, допустим, этот двигатель КЛ, он позволяет форсировать себя без особых таких трудностей, я имею в виду, установкой двух турбин до 450 лошадиных сил. То есть, это вполне реально. Но надо просто понять вот эту точку аэродинамического сопротивления и мощности. Там получается кубическая зависимость. И если я двигаюсь со скоростью 250 км в час, мне нужно 200 лошадиных сил. То для того, чтобы мне двигаться со скоростью 300 км в час, это не значит, что мне нужно 50 лошадей прибавить. Это значит, что мне нужно прибавить столько же, если не больше. Если это скорость 320 км в час, то это опять столько же. То есть, это уже 700 лошадиных сил. И так далее. Вот поэтому, когда я готовился к этому рекорду, я продумывал эти все ситуации. Потому что реально можно было взять корвет, допустим, какой-то. Можно было взять американца какого-то там. Да, с большим, 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 с большим. Можно было взять там Jaguar XKR с нагнетателем. Там замена приводного ролика дает сразу там сил 20-30. То есть, 430-440 лошадей под капотом иметь можно было абсолютно спокойно. То есть, возможности были, но хотелось получить что-то легкое, что-то экономичное. И то, что может вот без особых затрат, учитывая то, что проект на самом деле носил коммерческую основу, то существует этот проект. То есть, можно действительно потратить колоссальное количество денег и не получить никакого эффекта. А можно потратить необходимое количество денег и получить хороший проект, который будет красивым сам по себе, будет иметь хорошую отдачу в прессе, на радио, в интернете. И в принципе, чего мы и добились. Мы говорили о двигателе, говорили о ходовой части, но совсем не говорили о коробке передач. Были какие-то изменения? Потому что теоретически же можно настроить трансмиссию таким образом, дабы пожертвовать разгоном в угоду достижения, скажем так, минимального расхода топлива на высоких скоростях. Применить там другой ряд шестеренок и прочее. Коробка передач как таковая, я не считаю актуальной. Главная передача. Главная передача – это самая актуальная, что может быть в настройке трансмиссии. То есть необходимо поймать максимальную мощность двигателя и главную передачу. То есть здесь я попытался достичь этого, но чтобы далеко не уходить в главную передачу, я диаметром ведущих колес поймал этот баланс. Потому что при максимальной скорости автомобиля, особенно на больших дистанциях, наступает такое время, когда всем своим телом чувствуешь, как автомобиль уперся просто в воздух. Вот все, он уперся в воздух, и никак он не может ехать быстрее. Поэтому достигая главной передачи, можно чуть-чуть подвигать крутящий момент именно саму мощность. Скажем так, стрелку тахометра подвигать на 200 оборотов туда-сюда, почувствовать, где ему попроще, где ему легче двигатель. Опять же, так или иначе, все-таки расход на такой дистанции. Да. Вот в этом плане можно попробовать главной передачей. А самой трансмиссией, вот именно эффективностью разгона, ну, это, скажем так, такие нюансы, это мелочь. Вот просто там превалирует надежность намного выше, чем вот этот нюанс. То есть можно действительно поставить себе задачу тысячу километров, подобрать коробку, сесть с места разогнаться, там до 500 метров, все это сломается, и на этом все закончится, как говорят. Поэтому надо в этих планах быть осторожнее. То есть спортивная техника, она не всегда надежна. Она рассчитана, может быть, на краткосрочный какой-то результат. Ну, по сути, на гонку. Да. А есть вот стандартная техника, которая рассчитана там на ресурс 350 тысяч километров. Поэтому иметь под капотом коробку, которая рассчитана на 350 тысяч километров, интереснее, чем иметь какую-то коробку, которая там что-то откуда-то как-то... Проживет 30 минут и... Непонятно, да. Может быть, не приживет. А вот такой еще вопрос. Думали ли вы как-то об улучшении аэродинамики автомобиля? Потому что, насколько я знаю, это кольцо, оно далеко не идеальное. Машина там и подпрыгивает, и подскакивает. На такой скорости это может быть довольно критичные последствия иметь. Ну, я придавил чуть-чуть заднюю часть автомобиля крылом. Ну, совсем чуть-чуть. Я с ним поиграл. Двоякое такое ощущение. С одной стороны, хочется быть уверенным в том, что ты пройдешь поворот нормально. С другой стороны, не хочется тормозить, потому что крыло очень сильно... Вот такое крыло, которое стояло у меня, оно вместе с закрылком отнимает порядка 15 километров в час максимальной скорости. Я убрал за крылок, сделал минимальный угол атаки, вот как раз на тестах. И когда я почувствовал относительную стабильность автомобиля в повороте, после этого я его так оставил. Хотя, чисто теоретически, было бы логичнее ездить без заднего антикрыла, но, скажем так, был определенный дискомфорт вот именно в прохождении этих поворотов. Потому что это было связано с тем, что асфальт очень щербатый сам по себе и накатывается колея. Когда ты идешь по кругу, накатывается колея, и когда ты с этой колеи чуть-чуть уезжаешь, ты попадаешь на мелкую крошку в повороте. Автомобиль начинает реально нести, просто как на снегу. Ощущения такие неприятные на таких скоростях. И вот получить какую-то стабильность автомобиля, мне это крыло помогло. Чуть-чуть именно заднюю часть. А все, что касается общей аэродинамики, то, да, были сняты зеркала, дворники, заклеены ненужные щели. Именно вот в этом плане, да, нужно было получить какой-то плюс по аэродинамике. Вот существует зрительная аэродинамика, а существует аэродинамика из практики. Я когда вижу автомобили там с мега крыльями, там все в фартуках, там в жутких спойлерах каких-то, то мне становится... Я ставлю себя на место воздуха, который должен пролезть через эти все каналы и дырочки, и понимаю, что я туда не полезу. Вот. А существует практичная аэродинамика, которая действительно рассчитывается в аэродинамической трубе. И вот специалисты Форда, кстати, на шестой эволюции этого Форда, который в свое время так был очень интересен и концептуален, там необходимо было 80 лошадиных сил иметь двигатель, чтобы двигаться со скоростью 210 км в час. То есть настолько была машина правильно решена, что 80-ти сильного двигателя хватало, чтобы ехать 200 км в час. Сейчас посредством современных обвесов люди ставят 600 лошадиных сил, чтобы ездить практически с такой же скоростью. Ну, как говорят. В общем, да. Тут, наверное, можно было прибегнуть к опыту американских гонок на Скар, потому что там автомобиль, в общем-то, как яйцо с минимальным количеством выступающих элементов практически... Ну, там, да, там, кроме заднего спойлера, там даже не антикрыла, а спойлер просто. Там стоит лопата поперек багажника. Ну, поэтому автомобиль был применен именно вот таким, исходя из очень многих факторов. Житейских, экономических и исходя из собственного опыта. Был очень интересный вопрос у нас на форуме. Почему иностранный автомобиль при установке российского рекорда? Почему бы он не взять какой-нибудь отечественной автомобиль, доработать его? Я хотел заниматься отечественными автомобилями, и у меня были переговоры там с некоторыми людьми с автоваза относительно того, чтобы сделать автомобиль и пропиарить его именно в ресурсном плане. То есть это же очень здорово. Там, допустим, наша девятка или десятка проезжает 5 тысяч километров, 10 тысяч километров с такой скоростью. Это никого не заинтересовало, в общем-то, по большому счету. Поэтому в 2004 году я надеялся только на себя. И поэтому я принимал решения именно по автомобилю и по большим рискам, скажем так. То есть я готовил этот рекорд полностью сам, а потом по мере того, как это все начинало обретать определенные очертания, стали появляться люди, которые шли со мной рядом. Вот это интересно, кстати, когда люди видят, что у тебя что-то получается, они становятся рядом и идут вместе. То есть на сегодняшний день можно сделать вывод, что с точки зрения бизнеса это неинтересное направление? Нет, все зависит от организации самой. И все зависит от задачи. Что человек ставит в свои задачи? Ну вот, например, Волжский автозавод не захотел же таким образом достичь, например, национальной скорости, национальный автомобиль, как бы все зафиксировано. Понятно. На самом деле мне это непонятно. Причем в Тольятти существует собственный полигон, который более интересен для ресурсных испытаний. Да, у них тоже есть, по-моему, кольцевая трасса. Да, да. То есть там есть профессиональные водители, испытатели. Там есть все условия для того, чтобы поставить этот рекорд, пропиарить его везде, рассказать об этом, рассказать о ресурсе, рассказать. Ну, видимо, до этого еще руки не дошли просто у людей. Хотя это очень хороший... Я всегда пытался сказать, что это интересный инструмент. Это именно инструмент для того, чтобы показать качество автомобиля как такового. Потому что ресурс, он и есть ресурс. Любой потребитель ждет ресурса. А какие-то иностранные производители что-нибудь похожее проводили? Да, постоянно. Они постоянно. Вот я недавно, кстати, когда только вышла RX-8 Mazda, тут же группа журналистов поставила там национальные... Не национальные, а именно международные рекорды для автомобилей с роторным двигателем. Я говорю, что там настолько широкая классификация. Автомобили с роторным двигателем, с электрическим двигателем, разные объемы, разная степень подготовки, разные дистанции. Вот Volkswagen тоже проводит такие заезды. Вот Lamborghini проводила заезды. Но это в Nardo на полигоне, в Италии. Там вообще идеальные условия для проведения таких заездов. Много-много. То есть этот инструмент, он используется за границей, он используется. Я не хочу сказать, что очень активно, но он используется постоянно. То есть каждый год я читаю о каких-то достижениях вот именно в этой области. А что сейчас происходит в России? Кто-то стремится, не знаю, побить ваш рекорд, установить какой-то другой? Вот как сейчас это движение растет, развивается или никак? Честно говоря, я не слышу о том, чтобы кто-то хотел что-то сделать в этом направлении. Поэтому мне трудно. Вот были заезды на Саабе, 24 часа, которые я говорю, и все. И больше я ничего не слышу. Видимо, нужна очень серьезная мотивация. Потому что штука на самом деле дорогостоящая. Ну, это не просто так на самом деле. Вот все это подготовить. Люди не видят мотивации именно в проведении такого события. Или не видят, как оно окупится. Или не видят, как они смогут его использовать. То есть, они не видят билборды, где будет их продукция. Ну, к примеру, я иногда вижу некорректную рекламу и в городе, и по телевидению. То есть, какая-то компания может взять какой-то муляж в виде формулы, посадить туда какого-то пилота, который скажет, да вот я там круче всех, и вылезти из этой машины. И поэтому вот ставить реальные рекорды, к примеру, большой необходимости нет. Можно просто сделать билборг какой-то, написать, что вот мы рекордсмены. И все. Без всякого подтверждения. Ну, в общем, да, проверять, наверное, мало кто захочет. Интересный вопрос от Анастасии, опять же-таки по СМС. Расскажите про размерность колес и какой радиус предпочтительный. Ну, я так понимаю, что, наверное, девушка обращается к вашему опыту и хочет перенести на гражданские условия эксплуатации. В плане, там, расхода, комфорта. То есть, стоит ли, скажем, увеличивать колеса автомобиля по диаметру относительно базового или наоборот лучше уменьшить? Ну, уменьшение диаметра колеса относительно базового, оно улучшит динамику автомобиля. То есть, мы практически увеличиваем главную передачу. Увеличение диаметра колеса, оно уменьшит, ухудшит динамику автомобиля, скажем так. Но, большее колесо будет лучше справляться с неровностями на дороге. Я посоветовал бы использовать диаметр колеса, который предусмотрен заводом-изготовителем. Потому что, вот, при всем развитии тюнинга, при всем развитии доработок, которые мы сейчас видим на автомобиле, я все-таки, после стольких лет занятия автоспортом и эксплуатации автомобиля, я пришел к выводу, что те, скажем так, рекомендации, которые мы видим от завода-изготовителя, они очень серьезно обоснованы именно эксплуатацией самого автомобиля. То есть, если есть задача автомобиля эксплуатировать неделю, то можно все что угодно с ним делать и ставить все что угодно. Если есть задача эксплуатировать его грамотно и эксплуатировать именно долго, то лучше, конечно, руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя. То есть, если есть там 581 миллиметр диаметр колеса в таком-то размере, да, можно чуть-чуть профилем поиграться, уменьшить, увеличить его, ну, оставаться лучше в этом диаметре. Для того, чтобы спидометр правильно показывал, для того, чтобы и управляемость была на том же уровне, скажем так. А есть ли смысл, скажем, поиграться с весом самого колеса, потому что все-таки легкое колесо быстрее раскручивается? Вот это в первую очередь. Но оно помимо того, что быстрее раскручивается, оно еще быстрее успокаивается амортизатором и пружиной. А чем оно быстрее успокаивается, значит, тем оно меньше прыгает над дорогой. Естественно, автомобиль лучше держит дорогу. Поэтому с весом колеса нужно, ну, нужно очень серьезно думать на эту тему, скажем. Потому что можно купить литое колесо неизвестного производителя, которое никогда в жизни не проходило никакой дефектоскопии, там, где полно раковин, там, и купить себе, я не хочу говорить там каких-то страшных слов, но большую опасность для автомобиля. В то же самое время можно купить какое-нибудь легенькое колесо, которое известного производителя, но оно стоит, конечно, намного дороже. А ну да, оно намного безопаснее, и оно будет справляться именно с теми задачами, которые на нее возложены. Вот в 2004 году у меня колесо, сам диск, 18-дюймовый диск весил около 5 килограмм. То есть он практически невысомый. То есть 18-дюймовый диск – это легкое? Да, это очень легкое колесо, потому что порядка 12-13 килограмм весит 18-дюймовое колесо, которое продается в магазине. У меня были именно магниевые диски, чисто магниевые, даже не те сплавы, которые применяются в коммерческих программах, а именно вот спортивный диск, очень легкий. Мне это необходимо было не столько для раскручивания, скажем так, а именно, сколько для управляемости, чтобы автомобиль держал хорошо дорогу. А вот уже после того, как дистанция была пройдена, все рекорды зафиксированы, наверняка проводили какую-то дефектовку автомобилю. Что как бы выработало свой ресурс? Мне интересная была ситуация именно с расходом масла. На таких дистанциях, на больших, есть определенный угар этого масла, и люди готовятся к тому, что через две заправки есть определенная емкость. Кстати, вот в момент испытаний на полигоне я пытался понять, сколько я буду есть масла. Смогу ли я проехать эти тысячи километров и не доливать масла? Или мне нужно будет через 500 километров долить, допустим, 200 грамм масла? Делается мерная посуда определенная. Человек, который отвечает за заправку автомобиля, он находится в задней части автомобиля. Тот, кто открывает капот, смотрит, все там в порядке или нет, в течение этой минуты, он имеет этот стаканчик с маслом, открывает пробку, без щупа, без ничего, просто заливает это все, чтобы быть уверенным. Так вот, интересная закономерность, что у меня не было вообще расхода масла никакого на протяжении этих тысячи километров. И после того, когда этот заезд закончился, многие говорили, что, ну, все, теперь тебе нужно двигатель перебирать по новой, менять кольца, менять колпачки, все. Но на самом деле ничего я этого не делал. То есть двигатель был в шикарном состоянии. Я продолжал эксплуатировать этот автомобиль уже. Получилась такая очень хорошая обкатка, скажем так. Потому что перед рекордом я двигатель перебирал полностью. То есть это был не новый автомобиль, это был автомобиль с каким-то... Автомобиль был не новый. То есть у него был пробег порядка 200 тысяч километров, когда он попал ко мне в руки. Я разобрал двигатель, я посмотрел, что износа практически нет, то есть он в рамках. Ну, я для, как говорится, собственной уверенности поменял вкладыши, поменял кольца. Это все, что касается по низу двигателя. Сальники. А с головками, конечно, занимался более серьезно. То есть я две недели занимался именно головками. Ну, у меня есть опыт именно доведения этих головок до нормального состояния такого. и сделал очень красивые головки. Такие даже жалко было их ставить. Двигатель хотелось дома их оставить. Хорошо. Какие перед собой ставите задачи? Может быть, есть желание поставить новый рекорд? Может, уже идет подготовка? Может быть, придумали для себя какой-то такой автомобиль? Доработанный или просто построенный с нуля? Мне очень интересно, конечно, с группой энтузиастов каких-нибудь, ну, желательно молодых, которые светятся, которые горят, скажем так, которые хотят этим заниматься, построить автомобиль, именно специальный автомобиль. То есть не притянуть за уши какой-то спортивный автомобиль, потом всем говорить, что вот аэродинамика или что-то, а именно строить специальный автомобиль с учетом всех пожеланий для установления рекордов. В принципе, у меня были мысли, которые позволяют этот автомобиль построить относительно недорого. Я имею в виду по современным ценам. Вот, ну... Что за автомобиль такой загадочный? Для какого рекорда можно построить? Ну, этот автомобиль хотелось построить именно для заездов на один километр. Вот, то есть, приблизиться где-то к скоростям порядка 400 километров в час. Это вполне реально, причем с маленькими двигателями. Там, вот двигатель Сузуки, Хаябуса. Это макциклетный мотор. Да, 1300 кубиков. Он имеет 185 лошадиных сил. В варианте турбо он там раскачивается до 500 лошадей. Американцы очень любят эти двигатели для дрэговых всяких соревнований. Вот, в принципе, можно было бы построить очень легенькую машину, там, порядка 350 килограмм веса. С таким потенциалом в 500 лошадиных сил на 350 килограмм веса. И с лобовой площадью, там, порядка полквадратных метра. А есть ли в России места, где можно устанавливать такие рекорды? Это, я так понимаю, рекорд максимальной скорости, да? Да. То есть, здесь нужно разогнаться, оттормозиться. У нас в России есть только единственное место, где можно попробовать это сделать. Это динамометрическая прямая в Дмитрове, на Дмитровском полигоне. Она имеет длину 5 километров. И это идеальная прямая, которая повторяет горизонт. То есть, диаметр земли, земного шара. То есть, там, минимальная кривизна у этого покрытия. Вот, в принципе, только там. Опять же, опасно. Звери, лес, полигон. Была такая ситуация, когда я настраивал машину, когда я выступал в третьей формуле. Настраивал машину, у нас была немецкая машина. И мы пытались динамический баланс найти между передними и задними крыльями. И вот я по этой прямой ездил. И была интересная ситуация, когда вышел мужичок с огромным бревном. Дорогу. И он увидел меня. Аккуратно повернул это бревно вдоль трассы, чтобы я проехал. Потом опять его вернул в обратное положение и перешел дорогу. То есть, когда общаешься на полигоне и говоришь, что бывают такие ситуации. Он говорит, это место. Они все знают. Они аккуратные товарищи. Они никогда не полезут на дорогу. Ну, в принципе, можно, да. Но, конечно, это все опасно. То есть, я считаю вообще, что все, что выше 200 км в час, это очень серьезно. Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересную беседу. На сегодня все. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин